Как, например, Каин от плоти, Авель от духа. Измаил рожденный от плоти, а Исаак по обетованию Божию. Исаак человек мира, а Ияков человек веры. Однако вернемся к нашей иллюстрации. В 8 стихе 17 главы книги Исход сказано «И пришли амаликитяне и воевание с результянами в Рефидиме». В древние времена яблоком раздора между народами и племенами было владение водой, колодцами, ручьями и источниками. Услышав, что вода потекла из скалы в Рефидиме, амаликитяне решили захватить это место у израильтян. Это и было причиной их атаки. Амалик, что значит воинствующий, характерное название плоти, похоти, которые восстают на душу и потому символизирует ветхого падшего человека. Дальше, что тут следует отметить, это время, когда амалик напал на израильтян. Это было, когда Моисей ударил жезлом в скалу и потекла вода. Тогда израильтяне впервые принуждены были воевать. До этого в доме рабства, то есть в Египте, они не воевали. И они не сопротивлялись египтянам, когда переходили Черное море. Но теперь, когда то, что символизирует Духа Святого, было дано им, их борьба немедленно началась. Да, именно то, что изображает Духа Святого, то есть текущая из камня вода, побудила амаликитян атаковать израильтян. Так точно в прообразах рисует Ветхий Завет нашу христианскую жизнь. Только когда человек стал причастником божеского естества, началась эта внутренняя борьба. До рождения свыше он был, как Слово Божие говорит, мертв по преступлениям и грехам своим. И поэтому в нем не было этого конфликта. Дорогие мои, до тех пор, покуда Дух Святой не начнет изливать в сердце наше свой чудный свет, нет, мы не в состоянии понять глубину греха и порока наших сердец. Но когда Дух Святой касается сердца грешника, тогда он начинает взывать, «О, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти!» Пусть человек будет глубоко религиозным. Но если он не родился свыше, если он не имеет Духа Божьего, то для него эта борьба чужда. Он не в состоянии видеть пагубность своей падшей греховной натуры. Невозрожденный человек находится под властью плоти. Он угождает ее похотям и покоряется ее воле. Скажите, с какой стати плоть будет бороться против своей подвластной? Она господствует над ней. Но коль скоро мы получаем новую натуру, тогда немедленно начинается конфликт. Как же вел Израиль войну против Амалика? Это весьма важно отметить. Почему? Некоторые возражают, говоря, «Хорошо, если у меня, как верующего, осталась ветхая натура, старый человек, то я никогда не могу иметь покоя и полной победы». В послании к римлянам апостол Павел пишет в 6 главе такие слова «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». Мы должны постоянно почитать себя мертвыми для греха. Вы заметили, не только иногда, но всегда. «Ты же, человек Божий, убегай сего, то есть вредных похотей, а преуспевай в правде, в благочестии, вере, любви, терпения, кротости, подвязаясь к добрым подвигам веры. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Эта борьба возлюбленной имеет дело с плотью, с ветхим греховным человеком. «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух», говорит апостол Павел, «но усмиряю и порабощаю тело мое». Но в заключение отметим средство, которое Господь дал нам для этой борьбы. Заметьте, что успех израильтян против Амалика зависел от поднятых рук Моисея. Тут сказано, «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик». Значение поднятых рук ясно. Они говорят о полной зависимости и отдаче себя Господу, и это доверие выражается в молитве. «Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему», молит псалмопевец Давид. «И так желаю, чтобы во всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения», пишет апостол Павел. Дальше мы видим, что руки Моисея отяжелели. О, как мы иногда унываем, изнемогаем и ослабеваем в этой борьбе. Дух бодр, плоть же немощна. Поэтому Христос говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, и должно вам всегда молиться и не унывать». Но заметьте, что еще говорит нам этот случай, а именно, что Моисей был не один. Арон и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. Что прообразно говорит нам о двоякой помощи, данной нам в молитве. С одной стороны, Христос, наш великий первосвященник, наш небесный адвокат, оправдывает нас против всех дьявольских обвинений и нападок. А с другой стороны, Дух Святой, ходатайствующий за нас по воле Божией. Ибо мы не знаем, о чем нам молиться, как должно, и Он подкрепляет нас в немощах наших. Таким образом, мы не одни в этой битве. Слава нашему дорогому Господу! На небе Христос принимает наши молитвы и просьбы и приносит их к Богу. А на земле Дух Святой, воздыханиями неизреченными, молится через нас. Как не одержать победу, когда душа в союзе с Иисусом Христом и Духом Святым? Но в этой борьбе есть еще одно оружие. Тут сказано, что «Низложил Иисус на вин Амалика и народ Его острием меча». Это ничто иное, как меч духовный, который есть Слово Божие. Оно живо и действовало, да острее всякого меча обоюдоострого. Молитва в этой борьбе против плоти недостаточно. Нужно и Слово Божие. «В сердце моем сохранил я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Бог не оставил нас одних или без оружия в этой битве. Он дал нам все, чтобы одержать полную и постоянную победу. Не будем унывать, но в полной надежде на Него, взирая только на начальника и совершителя веры Иисуса, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Да поможет нам Господь в этом. А тебе, мой друг, еще не познавший Иисуса Христа как своего личного Спасителя, да будет известно, что спасение Твое совершил для тебя целиком Сам Спаситель Иисус Христос. Никто не мог Ему в этом подвиге помочь. Он и Он один совершил подвиг Христа, взяв на Себя наши грехи, и там изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Мой дорогой друг, тебе только нужно принять то, что Он уже совершил для тебя, и спасен будешь. Почему не сделать это сейчас? Да поможет тебе Господь всецело довериться Ему. Аминь.